У меня был доклад в секции про межсетевые экраны нового поколения. Задача, которую передо мной поставил организатор, состояла в том, чтобы рассказать, какие вообще сейчас новые технологии появились и почему. И я реально сконцентрировался на той ситуации, что современные межсетевые экраны, они используются уже 20 лет. В то же время приложения, которые постоянно появляются ежедневно, они уже давно стали намного хитрее, и они уже давно обходят эти межсетевые экраны. То есть если вдруг появляется какая-то информация о том, что появилось какое-то новое приложение, то реально администратору приходится настраивать свой портовый, по сути, фейервол, который пользуется информацией только о приложениях с сетевого транспортного уровня. Информации недостаточны, и он не может вообще воспользоваться имеющимися техниками. И в итоге сегодняшняя ситуация в корпоративных сетях выглядит очень такой прозрачной. То есть у кого я вижу, это именно настройки фейервола, которые выглядят как пермит, они-то они. То есть всем все разрешено. Ну, по простой причине, что по-другому они просто не могут. И мы говорили о том, что надо бы как бы изменить эту ситуацию, нам, безопасникам, хочется контролировать трафик. И, соответственно, рассказывал об этом, и показывал примеры, как это можно на новых средствах реализовать вот эти все правила. Аудитория удивила одна вещь. Они привыкли использовать старые устройства, которые называются DTM, на которых реализовано очень много технологий, по сути, на одном сервере. Когда мы эти технологии включаем одновременно, ну, по сути, устройство умирает. И нам приходится их выключать и регулировать таким образом нагрузку, чтобы хоть что-то работало. Наша технология позволяет включить все сразу и гарантировать все время производительность, способность сети работать постоянно, при этом с полностью включенной всей безопасностью. Вот это людей удивило. И они так под конец даже переспрашивали, неужели правда вы можете расшировать ССЛ, и у вас не понизится производительность. Я говорю, да. Security Russia – одна из самых крупных выставок, которые я посещаю реально с самого начала, с момента, когда она была еще в выставочном центре на Красной Пресне и так далее. И эта выставка, на которую приходит такое количество людей, с которыми можно пообщаться и вынести реально важные и интересные моменты, по сути, за весь прошедший год. То есть это и коллеги, и какие-то новые компании сюда приходят постоянно. И реально все время виден какой-то драйв. Вот на этом даже году я вижу, что интересно появление российских вендоров, которые, как вот тема импортозамещения сейчас актуальна, они пытаются показать, что действительно мы можем. И вот интересно было посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова